Девушки отдыхают 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 И я даже не помню, насколько длинным был этот трейлер, но помню, что это был тот, который вышел в мае 2018 года. Я посмотрел его больше, чем один раз. Потом я пошел на YouTube и начал искать всю информацию про игру, и начал переписываться с Робом. Роб — это Сео и соучредителем Анфиш, разработчика Atomic Heart. Игра называется Atomic Heart. И вот, теперь я в их офисе в Москве и помогаю им в работе над игрой. Triple A Title. Впервые за 12 лет, потому что это действительно круто, если вы до сих пор еще не поняли и не увидели этого. Пару слов, что я тут делаю и почему. Меня просили бы к представителям говорить от лица компании. В интернете было много, много странного. На самом деле нет такой вещи, как плохая пресса. Люди, говорящие о вас, неважно, хорошо это или плохо, делают полезное дело. Но это обычное дело практически для всех игр, которые можно отнести к Triple A Title, из-за сложности и размера. Когда вы начинаете игру, и вы делаете свои прогнозы на весь цикл в разработке, и, конечно, все идет не так, как вы планируете. И еще раз, то, что вы видели в том трейлере игры, вы знаете, которое я посмотрел уже не знаю сколько, может быть, 30, 40, 50 раз, это все еще в разработке. Над игрой трудится группа талантливых людей, профессионалов, не детей или студентов, а опытных людей, которые работали над большими известными играми. Да, раньше, когда я работал в Ричвелл, когда индустрия фактически только начиналась, большинство людей, которые работали над играми, были совсем молодежью. Практически никто из них, особенно если говорить о левел-дизайнерах, вообще не имели никакого формального образования. Вы самостоятельно изучали дизайн, уровни дома, в редакторе, который шел с игрой. Хотя у художников было образование, и, конечно же, у программистов тоже. Но сейчас уже есть школы и все такое, так что это совсем другой тип людей, сотрудников и специалистов, которые составляют команду разработки. Но, в частности, здесь, опять же, все это странные слухи, комментарии в интернете, где люди говорят чепуху. Я понять не могу, че от возьми, откуда они думают, что знают что-то о тех или иных вещах. Команда, работающая над Atomic Heart, опытные ребята, они все работали над кучей других больших игр. В силу того, что мне 10 лет было наплевать на все эти игры, до сегодняшнего дня, поверьте мне, это опытные спецы, и я рад быть здесь. Быть здесь сейчас и видеть, как разрабатывается Atomic Heart, и впервые за 10 или 12 лет снова интересоваться этим. Вот чем я сейчас занят. Наблюдая за разработкой реальных крутых вещей. И просто удивительно, что технологии позволяют делать сейчас. Принимаю во внимание, что раньше я жаловался на то, что уровни в современных играх делают несколько человек, но это на самом деле отличная вещь. Смотрите, я тут видел, как художники их создавали. Раньше я видел артистов, но никогда до этого не встречался с тем, чтобы они работали не просто над персонажем, и даже не над головой персонажа, и не только над лицом персонажа, а занимаются проработкой глазного яблока персонажа. Я имею в виду, что все сводится к тому, где каждая маленькая штука очень важна. Конечно, не совсем фотореалистично, но уже очень близко к тому. А потом позже я оценивал работу дизайнеров уровней. И, как вы возможно знаете, ландшафт строится одним человеком. И всего лишь ландшафт с текстурами, без всего остального, но с ручьями и реками, тропинками, деревьями. Всего лишь поверхность в зеленых и коричневых цветах выглядит совершенно невероятно. И другие художники работают над деревьями, их правильным расположением, на зданиями и тем, где и как они стоят. В общем, я раньше жаловался на то, что над одним уровнем может работать несколько человек, и это плохо. Видимо, это потому, что когда я начинал, все было устроено иначе. Я был дизайнером уровней. И там, может быть, еще двое или трое коллег левел-дизайнеров присоединялись ко мне, а потом художники, а не я, делали всю диаметрию модели. Но теперь все по-другому. Конечно же, Atomic Heart не единственная игра, где есть технологии. Они работают на Unreal Engine, кстати. Посмотрим в общем, потому что я бы очень много хотел вам рассказать, но пока не могу. Будет круто. Большое значение имеет сюжет, конечно. И просто посмотрите трейлер, если вы его еще не видели. Если вы уже его видели, то знаете, о чем я говорю, и, вероятно, тоже с нетерпением ждете. И мне кажется, или игра входила, я не уверен, конечно, но вроде бы все еще входит в пятерку самых ожидаемых игр на Steam. У людей есть неправильное представление. Многие думают, что Open World игры — это означает, что у вас есть вся земля, целиком. Open World — это нелинейная игра, когда вы идете по коридору, а возможности открыто выбирать пути, по которым вы пойдете. Но многие начинают возмущаться по поводу того, что «Ну, это что-то такой маленький мир, где я не могу никуда особо пойти». Да идите вы нахуй! Вам, блядь, чего? Весь земной шар нужен? Тут всего лишь большой уровень. Но в любом случае, вы тут можете вырезать этот кусок, но я буду все равно говорить то, что я думаю. Смонтируйте потом, если надо. Возвращаясь обратно к технологиям, я видел и дизайн уровней, и арт, и то, что делают вот ту штуку с тем, что художник работает отдельно с глазным яблоком. Это действительно увлекательно. Я был в офисе в Санкт-Петербурге, где делают motion capture — захват движения. Последний раз, когда я сталкивался с этой технологией, это выглядело так, что человек надевал черный обтягивающий костюм, и на нем закреплялись маленькие белые шарики, каждый из которых отвечал за определенную деталь тела. А теперь очевидно, что костюм — это целая система, для которой не нужны шарики и куча камер вокруг. Именно сам костюм теперь снимает движение персонажа, и вы видите это в игре. Еще они захватывают и лицевую анимацию с помощью других технологий. Это просто невероятно, конечно. Многие вещи поменялись очень сильно. Я иногда думаю, что это весьма отрадно, что я ничего не видел и незачем не следил эти 10 лет. Потому что, когда ты постоянно наблюдаешь за тем, что что-то происходит и растет, ты не можешь оценить прогресса. Когда оно было все вот таким маленьким, и потом — раз, святая корова! И опять же, основная причина, по которой я здесь — все классные технологии, даже очень крутые, не заставят меня больше делать игры или даже играть в них. Есть много игр, в которых сейчас все эти технологии есть. Но сюжет Atomic Heart — да. И еще много процедурных технологий, где реальные алгоритмы, в которых вы указываете в системе, какой тип вещи вы хотите. Например, определенный тип биома. Вы знаете, типа, я хочу лесной горный лес. И оно генерирует это для вас, ландшафт, где горы и местность. И тогда вы можете взять и настроить этот ландшафт так, как хотите. Я хочу речку здесь, или тропинка пусть будет тут. Это поражает, потому что многое из того, что я видел давно, что было сложно и делалось вручную, теперь стало автоматически генерироваться с помощью программного обеспечения. Так много вещей, которые я критиковал 10 лет назад, и которые заставили меня отвернуться от индустрии, больших игр, ААА. Теперь они, конечно, решены людьми, справившимися со множеством проблем, автоматизировав софт. И это очень круто. Когда мы начали общаться с Робом, то обсуждали, что я был бы не против помогать в работе над этим проектом. Я сказал ему, что, конечно, хорошо, но я хочу видеть, что у вас там есть и что происходит. Потому что я читал все эти различные критики, все эти статьи. Очень много троллей, с профессиональным подходом. Итак, я настоял на том, чтобы прежде чем согласиться подписаться на это, я приду к ним в студию и гляну сам на то, что на самом деле происходит. Я отправился в Санкт-Петербург и провел там целый день. Я поиграл в один из уровней. Я убедился, что геймплей, который был показан в трейлере, хотя, конечно, это и было год назад, и компания тратит время не только на создание игровых трейлеров для вас, люди, что там есть игра, есть на что посмотреть, есть что поделать. Atomic Heart — это система с плавной загрузкой уровней. Вы не останавливайтесь просто где-то здесь, чтобы вам нужно было ждать загрузки следующего уровня. Это просто плавный переход от одного уровня к другому. Поэтому я не могу сказать, что есть уже столько уровней или столько уровней. Но там проделана масса работы с момента выпуска последнего трейлера, и есть несколько действительно классных вещей, и многие из них круче, чем то, что вы уже видели. Я поиграл, и, конечно, у нас пока не оптимизирован билд, и это никогда не делают, по крайней мере, до того, как будет готово все остальное. Но неверно было бы говорить, что у вас должен быть прям мощный компьютер, чтобы играть. Там есть NVIDIA за нашей спиной, так что да, все окей. О, ну и я посмотрел новые уровни и зоны, которых никто пока еще не видел, и поиграл в то, о чем пока никто не догадывается. Это реально. В общем, сюжет. И, конечно, ребята уже понимают, что и как там будет. Еще одна клевая часть игры — это технологии в ее мире. Это не стимпанк, но, по ощущениям, это что-то типа него. Если бы Советский Союз стал успешен, если бы Советский Союз начал бы развиваться в альтернативной вселенной, в сторону более продвинутых технологий, ну, роботы там как основное направление, все такое, чтобы эти роботы были заняты в сельском хозяйстве, лесничестве, чтобы они помогали в работе по дому и следили за безопасностью. В общем, все те вещи, для которых они вроде бы как-то создавались. Ну и они вдруг становятся плохими. Но то, что удается по-настоящему передать в игре, это та атмосфера, то ощущение старой советской России, стилистика, которая нравится лично мне, и многие вещи, с которыми нас до сих пор окружают. И аудитория, как на Западе, так и на Востоте, невероятно увлечена этой атмосферой и эстетикой. Когда я поиграл, то у моей задачи было даже не столько понять, насколько интересно играть, да, само по себе ощущение того, как она играется, уже вполне связаемое и приятное, даже если просто бесцельно ходить. Играя в ближнем бою, хоть там и есть уже оружие для дальнего боя, в общем, вы деретесь против роботов в подземных уровнях и в основном в рукопашную. Плюс-то можно создавать и модифицировать оружие и прочие такие штуки. И кулачный бой, ну, в смысле, не совсем кулачный, но с помощью оружия ближнего боя. И надо реально чувствовать то, как правильно и быстро надо реагировать, сворачиваться и отвечать на удары. И если вы не будете этого делать, то попадете в неприятности. Еще одна самая привлекательная вещь в Atomic Heart, которых я, пожалуй, никогда раньше не видел в играх, даже в самых недавних. Ее сюжет и идея отличаются от всего, что вы когда-либо видели. Он передан гораздо лучше, чем вы можете себе представить, и вы действительно чувствуете советскую эстетику. Это история, которая не похожа ни на одну другую. Это не часть игры номер три, номер четыре, номер пять. Одно и то же самое, но только на обновленном движте или технологиях. Это новая игра с оригинальным сюжетом, чертовски хорошим сюжетом. Это не просто странные вещи ради странных вещей. Там во всем есть смысл, но все эти странности заставляют задуматься о том, что за ерунда происходит. И всему есть объяснение. Это то, чего вы точно раньше не видели. Посмотрите трейлер еще раз, и вы поймете, о чем я. Я очень взволнован. Я с нетерпением жду выхода атомного сердца. Я был с тех пор, как впервые увидел это. На самом деле, я уже предзаказал. Предварительно заказал версию основателя. До того, как все это произошло. До того, как я подумал, что могу присоединиться к проекту. Но я с нетерпением жду, когда он выйдет, чтобы увидеть. Для меня самая большая часть — это история. И просто круто, как они уловили атмосферу происходящего здесь. Это не похоже ни на что другое. Это что-то вроде этой игры, что-то вроде этой игры. Но в целом, это не похоже ни на что другое, что я видел или думаю, что кто-то еще видел. Да, я действительно с нетерпением жду этого. Я смотрю себя на ручках. Редактор субтитров А.Семиан Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok